День добрый всем. Я вот буду говорить про такую страшную штуку, которую я не знаю, как на русский она переводится. Ну, про реквест понятно, а пайплайнинг — это что-то про конвейеры, но я не знаю. В общем, я буду говорить вот так вот как-то русским языком английское слово. Вот это вот все красивые штуки написаны внизу. Это все неправда. Это просто, чтобы позабавить, зал написано. Значит, что такое реквест пайплайнинг? Вот прекрасная картинка, которая иллюстрирует, что же это такое. Примерно вот, ну, можно вот грузы перевозить грузовиком, а можно грузы перевозить легковыми машинами. В жизни, в принципе, легковушками перевозить грузы ни у кого мысль в голову не приходит. А мы почему-то в программинге, по-моему, так и делаем. Вот эта картинка иллюстрирует, о чем я буду говорить. Значит, традиционно правая сторона приложения чего-то там считает, посылает запрос. Запрос не нулевое время обычно идет по сети. Затем наступает этап обработки этого запроса. А потом еще какое-то ненулевое время он идет обратно. После чего приложение обычно еще чего-то делает такое. Ну, по-разному бывает всякое. Иногда шлет еще один запрос. Вот это все происходит последовательно, несмотря на то, что вот часть времени, собственно, база данных ничего не делает, а часть времени приложения ничего не делает. Это какая-то ситуация очень нехорошая, как мне кажется. Ее надо исправлять. С правой стороны проиллюстрировано то, что я называю реквест-пайплайнингом. Значит, приложение чего-то там считает по-прежнему, посылает запрос. Пока запрос идет в базу, пока он там обрабатывается, приложение чего-то другое делает и посылает новый запрос, не дожидаясь ответа от прошлого. Собственно, как вы видите, даже на схеме, тут, конечно, масштаб не соблюден, но, собственно, вот справа мы успели три заброса обработать, несмотря на то, что процессорного времени и с той, и с той стороны ровно столько же потрачено. А на левой схеме мы там два с копейками успели, будем так говорить. Естественно, это все без тестов никак не доказуемо. Значит, тесты мы будем проводить на питоне третьем. Кто использует второй, уже не знаю. Мне кажется, неправильно использовать второй питон в нашем-то веке. Будем пробовать с тремя базами работать. На самом деле, в итоге, ну, неважно, что вы используете, не обязательно с той стороны база. Это может быть что угодно. Это может быть там сервис по обработке картинок. Это может быть, ну, собственно, что угодно. Может быть промежуточное какое-то звено, там, я не знаю, кэш, еще чего-нибудь. Но мы будем, чтобы всем было понятно работать с базами данных. Зору – это такой микрофреймворк, который сделан на гринлетах. Он сделан был потому, что под третий питон ничего на гринлетах сейчас все еще нет. И мы будем использовать снаружи Apache Benchmark и 0GV, который там запросы в питон будет слать по 0MQ. Почему? На самом деле просто потому, что это самый простой способ сделать нагрузочные тесты. Собственно, с другой стороны, это довольно распространенный паттерн. Большинство здесь пишет веб-приложения. Собственно, интересно, насколько вот техника, про которую я сегодня говорю, будет влиять… Ну, насколько она будет менять производительность именно в настоящих веб-приложениях, а не в каких-то там странных скриптах. Значит, первое, что мы берем – мускуль. Код выглядит примерно так. Я не брал сложных запросов, всякого такого, для того, чтобы не учитывать жесткий диск, не учитывать всякие прочие глупости. Для бенчмарков нам это не сильно интересно. Вот так он выглядит в виде последовательном. Обычный AORSQL. AORSQL – это сишная библиотека. Точнее, она написана на цайт, а не вру. На цайт они используют lib.mysql, которую сишную библиотеку. Вот так выглядит этот пример на Zorro. Тут немножко такого boilerplate, ну, немножко, чуть больше странного кода, но, в принципе, оно делает ровно такой же запрос. Собственно, что у нас получилось? Обгоняет вон асинхронный код, у которого сделан request pipelining, обгоняет вот там вот сколько-то раз в три, наверное, где-то так. Что интересно, вот это увеличена та же схема. А, да, я же не сказал. Значит, по шкале X, вот это вот количество пользователей, которые параллельно обрабатывают, которые параллельно шлют запрос. Это минус C параметр в Apache бенчмарке, кто знает. Тут плохо видно, вот на увеличенной схеме хорошо видно, что в зависимости от количества пользователей у нас количество обработанных запросов растет. Собственно, что интересно на этой схеме? У нас вот слева, с самого начала, странно график построен. А, нет, ну вот этот нолик, это относится к оси Y, на оси X там единица на самом деле. То есть там вот этот, во время того, когда один запрос параллельно шлется, у нас асинхронный код проигрывает там в два с половиной раза. Это говорит о чем? Говорит о том, что асинхронный код написан на чистом питоне, он сам по себе гораздо медленнее, чем тот код, который работает с AuraSQL, с C-шной библиотекой. Но уже на двух клиентов они примерно выравниваются, и дальше асинхронный код растет. Синхронный код, ну, не может расти. Там один процесс. Конечно, в реальной жизни вы можете масштабировать это несколькими процессами. Ну, асинхронный код дает вам возможность гораздо больше параллельных запросов выполнять, чем синхронный. Еще на что хочу обратить ваше внимание, вот этот рост у синхронного кода от единицы до двух клиентов, это он на самом деле обусловлен тоже реквест-пайпленингом между Apache Benchmark, точнее, ну, собственно, да, между Apache Benchmark и Python, вот по всей цепочке. Там ZeroJV всегда шлет запрос, как только его получает, а не дожидаясь ответа от следующего. Соответственно, в тот момент, когда Python приступает, ну, закончил обработать прошлый запрос, приступает к следующему, уже ему по ZeroMQ пришло предыдущее сообщение, оно для Python его кода тоже приходит асинхронно, оно происходит с сишным кодом в отдельном трейде без гила и все такое. Значит, ну, в реальной жизни, если вы не будете использовать эту цепочку, а будете использовать там Nginx, чего-нибудь такое, скорее всего, этого у вас тоже не будет. То есть будет линия вот от единички идти прямо, ну, там, где единичка заканчивается, а не рост такой показывать, как у меня. Это latency. В принципе, ничего интересного. Чем больше запросов мы обрабатываем в секунду, тем меньше latency. Mongo. Аналогичная история. Единственное, код тут получается не из одного запроса. Я не нашел, как вот записать счетчик и получить его сразу одной командой. Тут, что примечательно в Монге, вот этот апдейт, насколько я помню, по умолчанию, он идет с safe равно false. Я об этом тоже еще чуть позже скажу. Он тоже пайплайнится. То есть мы не ждем ответа вот этого апдейта, даже в синхронном коде. Не ждем, пока он обработается, чтобы приступить к следующему, к запросу счетчика. Примерно так же выглядит это на Zorro, кроме там пары строк всякого барахла. График, в принципе, примерно такой же. Тут разброс чуть поменьше, чем расхождение между асинхронным и синхронным кодом. Чуть поменьше, но, в принципе, сами величины нас сейчас не сильно интересуют, потому что код очень такой примерный, далеко от настоящих приложений, конечно же. Опять же, в увеличении тут, что примечательно, то, что асинхронный код, в принципе, почему-то получился быстрее. Я, честно говоря, не разбирался, почему так, но факт в том, что рост примерно такой же и примерно такой же, собственно, в синхронном коде скачок и дальше прямая. Вот это скачки, это погрешность, черт его знает, из-за чего. В общем, не сильно страшно. Аналогично с latency, собственно, ничего такого примечательного. Redis. Ситуация такая же, сложность запроса примерно такая же. Здесь, к сожалению, я не нашел готового клиента под третий питон, пришлось написать самому. Вот так выглядит энкодер. В конце концов мы просто делаем send-all. И вот так выглядит декодер. Декодер использует high-redis. Это сишная библиотека, которая распаковывает сишная обертка. Ну, в общем, да. Обертка вокруг сишного парсера для питона, которая распаковывает ответ питоний. Это тоже его вроде как делает быстрее. Но… А, ну, собственно, да. Такой же запайплайненный запрос. Тут есть обертка над редисом. Все в порядке. Значит, картинка совершенно другая. Это, ну, интересный такой нюанс. Редис, видимо, сам по себе очень быстрый. У него и парсинг запроса быстрый, и ответы быстрые. Синхронный код получается медленней. А, кстати, да. Вот этот тест и все предыдущие тесты были сделаны локально. Там, где накладные расходы на сеть минимальны. То есть сеть работает максимально быстро, как только возможно. Значит, редис в таком случае синхронный, обгоняет асинхронный в несколько раз. Latency аналогично. А вот это по сети. Как видите, несмотря на то, что редис такой же быстрый, такой быстрый и синхронный код вроде бы как рулит здесь, как только вы выносите редис за пределы одной машины, это гигабитная сеть. Ну, есть, конечно, более быстрая, но, в принципе, чаще всего такая используется. Вот такая вот картинка. Не сильно мы обгоняем на таких простых запросах. Больше будет разницы на более сложных запросах, на самом деле, там, где чуть больше данных по сети передается. Но, в принципе, опять же, синхронный, хоть и быстрее начинается, дальше, опять же, прямая, но в целом после какого-то небольшого, на самом деле, количества параллельных запросов, там около 10, вот уже асинхронный все равно обгоняет. Опять же, и редис работает так же быстро, и питон, на самом деле, примерно так же быстро работает. У нас тут обработки никакой сложной нету, но за счет того, что мы отправляем следующие запросы, не дожидаясь предыдущих, это, кстати, в примерах кода не очень хорошо видно. Это происходит потому, что Zorro умеет так работать. То есть он обрабатывает сначала весь питоний код, складывает все запросы, которые есть в буфер, потом, когда питонему коду нечего делать, отправляет их одной большой пачкой в запросы от нескольких даже клиентов, которые снаружи пришли. То есть несколько HTTP запросов пользователей отправляет одной пачкой в редис и собирает потом по мере их прихода и дальше продолжает код. Это все возможно, конечно же, благодаря гринлетам, в данном случае. Теоретически, конечно, можно такую же систему устроить на Yield, например, или в Twisted Tornado стиле кода, но намного более неприятно писать. Если вы помните, как код здесь выглядит, вот даже с пайплайнингом. Собственно, он выглядит как синхронный, выглядит красиво, удобно и все такое. В случае с Twisted и Tornado это будет все страшно и неудобно. Самая страшная штука, что ни одни нормальные биндинги к базам данных не поддерживают пайплайнингов, даже сишная библиотека. Есть у Postgres асинхронный вариант, но он тоже требует дождаться ответа на запрос перед тем, как слать следующий запрос по тому же коннекшену. Если у вас есть примеры, где это работает, приходите, мне будет интересно послушать. Что можно сделать? Не всем подходят гринлеты, поэтому поговорим о том, что можно сделать в синхронном коде, чтобы у вас было чуть быстрее. Значит, в Redis есть пайплайны. Они работают таким образом, что вы вручную собираете все команды, которые можете одним запросом прислать и шлете запрос. Вот тут запрос шлется в pipe execute. Вот эта вся пачка запросов, которые здесь есть, они шлются вместе, но в итоге мы все равно ждем, пока все ответятся, пока не выйдем из этого pipe execute. В Mongo я уже говорил, пайплайнятся по дефолту, если save равно false, передается все сейвы, все апдейты, все инсерты. Ну, тоже очень удобно, ускоряет работу, но есть нюансы, могут данные не сохраниться по разным причинам. Можно еще сделать такую очень хакерскую техничку, класть все в очередь, разгребать очередь в отдельном трейде. Это работает для каких-то там сохранений данных в конце запроса, это работает там для отпускания локов, если вы их держите где-то в базе, там в Redis, например. Еще для каких-то, может быть, вещей интересных. А, для статистики это очень хорошо работает. Значит, немножко об архитектуре. Традиционная архитектура, когда у вас есть база отдельным сервером, между ними сеть, и там куча аппликационных серверов. Что это дает? Вот там в Redis примере очень хорошо видно, как пайплайнинг влияет на производительность в такой ситуации. Если у вас база локальна, у вас все на одной машине, то, как вы видели, гораздо меньше от пайплайнинга какого-то результата. Значит, в такой архитектуре, когда у вас две базы по какому-то признаку разделены, иногда у вас пользователь приходит и спрашивает какие-то данные из одной базы, из одного шарда, иногда из другого. Если вы получаете такую ситуацию, когда у вас один сервер ломается, вы сразу в обычном синхронном коде, как правило, точнее, не всегда ломается. Обычно он начинает дико тормозить, особенно когда винты ломаются. Когда он ломается так, что он по сети недоступен, обычно ситуация классически бывает другая. У вас запросы сразу отваливаются внутри аппликации. Когда у вас этот сервер начинает тормозить, у вас очень быстро все воркеры, все синхронные воркеры обычно очень быстро утыкаются в ожидании из этой базы и вообще не обрабатывают запросы. Несмотря на то, что у вас там шардинг, у вас много машин и все такое, все равно за счет того, что в эту базу идет запрос, 10 секунд, пока не отвалятся по тайм-ауту, а в ту базу у вас запросы идут за одну миллисекунду. Вы запросы все в ту базу быстро проскакиваете и ждете в воркерах ответ на запрос на эту базу, на этот шард. Соответственно, довольно плохо работает без пайплайнинга и без асинхронной обработки запросов. Аналогично примерно, если у вас база реплицирована просто, если у вас часть запросов обязательно должна идти в реплику, например, запросы на чтение часто идут в реплику, при падении одной из машин все равно будет такое, что вот там вот в записи упрутся синхронные воркеры, а здесь в чтении упрутся синхронные воркеры, даже записи не будут работать. И вот любимая моя архитектура, когда у вас на самом деле аппликации база находятся на одной машине и запросы по сети идут только между шардами, аналогичная ситуация. Как правило, между шардами идет маленькое количество запросов, там не знаю, 10%. Но опять же, поскольку между шардами запросы ходят гораздо медленнее, особенно если один из шардов отвалился, у вас ситуация ровно такая же, 10% запросов, но за счет того, что они все медленные, а те, которые в базу идут, запросы быстрые, те, которые локально обрабатываются, вы очень быстро упираетесь в то, что все запросы на синхронных обработчиках зависают в ожидании второго шарда. Даже если у вас шардов там 20, ну все равно, как правило, при тайм-аутах нормальных таких 5-10 секунд очень быстро синхронные обработчики все начинают ждать тот сервак, который сломался. Таким образом, вот асинхронность кода вместе с пайплайнингом дает вам большое преимущество в скорости. Пайплайнинг тут важен почему? Потому что все запросы, которые ходят локально в пределах одного шарда, они очень быстро обрабатываются. Когда вы идете в чужой шард, у вас там, не знаю, в 10 раз медленнее любой запрос в него обрабатывается. Соответственно, для того, чтобы пропускать достаточное количество запросов, для того, чтобы не терять скорости в запросах на свой шард, нужна асинхронность, нужен пайплайнинг. Немножко об фреймворке, на котором я выполнял тесты. Гринлеты, как я уже говорил. Почему гринлеты? Потому что очень приятно, красиво писать код. Есть с ними свои сложности, но в принципе, вроде бы как они работают. Мы их вот сейчас выкатываем на самом деле только в продакшн. Посмотрим, будут ли большие проблемы. Пока еще не замечено. На чистом питоне, опять же, все сравнения, которые я сегодня привел, они были нечестными. Мускульный AORSQL, который я использовал, мускульный биндинг был на сях. Монговый биндинг, там, по крайней мере, распаковка псона на сях. Взору она тоже происходит на питоне. Может, еще что-то в монговом биндинге есть на сях. Я не очень хорошо знаю. Редис я тоже показывал. Распаковка была на сях. То есть, если сюда добавить сишное ускорение, сишное, в частности, работу с сетью, обработку, разбор запросов, сериализацию запросов, будет все еще круче. Наверное, даже в той точке, где один клиент за раз обрабатывается, скорее всего, тоже, ну, будет так же. Может, не быстрее, действительно, но будет так же. Но есть сложность. Как я уже говорил, ни один сишный биндинг, ни к одной базе, которая, я знаю, не поддерживает асинхронную работу. Поэтому, наверное, придется даже сишную часть писать самим, если мы когда-нибудь решим. Никакого монки-патчинга, я не знаю. Очень почему-то народ любит монки-патчинг, но, по-моему, это какая-то ересь. Если вы хотите писать что-то асинхронно, я не знаю, пишите по-настоящему. Никакой проблемы написать какой-то протокол на чистом питоне без монки-патчинга нет. Пишется за выходные, например. Для любого серьезного проекта это вполне себе нормальное количество времени, которое можно потратить на работу с сетью. Для несерьезного проекта берите Django Flask. Все равно вам не нужны гринлеты. Взору в тех местах, где невозможен мультиплексинг, используется пайплайнинг. В остальных местах используется мультиплексинг. Что такое мультиплексинг в данном случае? Это обработка запросов в том случае, когда вы шлете много запросов по одному соединению, обратно можете получить запросы в любом порядке. Собственно, это в некоторых случаях очень хорошо, когда у вас есть мелкие запросы и большие к базе. В случае чистого пайплайнинга, если вы не разделяете на два специально коннекшена, где длинные запросы и мелкие запросы, то у вас длинные запросы блокируют обработку мелких. Мультиплексинг на самом деле работает только если вы используете с ZRMQ-шными протокол, то есть не с какой-то из живых баз данных. Теоретически вроде бы как мультиплексинг, заговариваюсь уже, мультиплексинг предусмотрен протоколом Монги. В чистой Монге, в однонодовой Монге вроде бы как это не работает, там все равно база блокируется, когда выполняется запрос. Кажется, если вы используете распределенную Монгу, то вот этот вот Монгу S, который прокся, по-моему, может обрабатывать запросы несколько за раз, непоследовательно. Тоже очень полезная техничка. Она примерно так же влияет на производительность, как и пайплайнинг, но в случае, как Монга, в распределенных случаях, я же говорю, быстрые запросы гораздо быстрее выполняются. В том плане, что у них лейтенси меньше за счет того, что их не блокируют те запросы, которые долго выполняются. Вот такой вот красивый большой список протоколов, которые поддерживает Zorro. Значит, вот то, что со звездочкой Монга, скорее всего, выбросится. И не знаю, зачем Монга нужна на самом деле. А коллег-ди, скорее всего, выбросится, потому что, скорее всего, правильный способ слать данные в коллег-ди по 0MQ, по ESTP, собственно. Ну, не по Unix протоколу коллег-ди. Почему? Потому что, потому что, когда мы кладем запрос в 0MQ-шную очередь, она потом обрабатывается синхронно, независимо от нас, в трейде, который не блокируется гиллом. А когда мы обрабатываем вот коллег-дишный Unix протокол, который здесь сделан, то мы должны дождаться, пока мы положим в этот несчастный Unix пайп данные. Обычно, правда, это быстро, но, тем не менее, нехорошо, с моей точки зрения. XCB не в Зоровском протоколе, ну, не прямо с Зоро, идет не в комплекте. Это чисто для длины списка. Обычно это никому не нужно. Значит, 0GV – это чисто такой маппинг поверх 0MQ, чтобы легче 0GV-шные команды обрабатывать. Собственно, все остальное, ну, приятно, хорошо, можете использовать. Опять же, Зоро версии 0.1, какой-то там с хвостиком. Что это означает? Это на самом деле не означает, что он там сильно плох, что его нельзя выкатывать в продакшн. 0.1 в open source проектах означает, как правило, что API может меняться, мы ничего не гарантируем. Так что используйте на свой страх и риск или не используйте. Собственно, раздел для вопросов. Микрофона нету. Давайте. Спасибо за доклады. Интересный очень. Такой аспект хотелось бы узнать из вашего опыта. Как известно, асинхронный код дает все преимущества, которых вы описали, там быстро, все такое, но в то же время его на порядок, на мой взгляд, сложнее писать, еще на два порядка сложнее дебажить в случае проблем. Вот в каких задачах и где лучше найти баланс, где лучше не компостировать, себе мозг написать все синхронно, просто там тупо потом понять, либо где стоит оптимизировать, переводить на синхронность и так дальше. Еще второй вопрос сразу. Это проблема, говорите, упоминали пример. Очень много есть, так сказать, legacy кода, который по своей натуре, его нельзя полностью, не как не полностью, вот взять из коробки и начать использовать в асинхронных каких-то своих приложениях. И приходится притягивать за уши, и там за выходные навряд ли это получится. У нас был такой опыт, мы там тянем мыло, и вот там мы сидели месяц, и IMAP парсер, который тянул мыло, это все со скрипом, молотками портировали его, для того, чтобы оно работало на асинхронной торнаде. Вот такие два вопроса. Значит, где стоит использовать и где не стоит? Мое мнение прямо сейчас, что асинхронный код стоит использовать везде, где вы ожидаете, что проект вылезет за пределы одной машины. Если у вас проект маленький, никогда не будет достаточное количество пользователей, чтобы вылезти за пределы одной машины, никакого смысла использовать. Пишите в лоб. Значит, по поводу сложности отладки. Сложно отлаживать код, который там у твиста да у торнады. Код на гевенте отлаживать довольно просто. То есть там есть и степпинг, и логи нормально пишутся, и что еще надо, я не знаю. То есть сложно еще что отлаживать, это вот сам main loop, когда я его писал. Там есть сложности, действительно, иногда, если пока у вас main loop еще не очень хорошо работает, можно совершенно не в ту ветку кода попасть, в которую ожидал и так далее. Плюс сложно отлаживать код такой, который, ну вот, я не знаю, какой-то десктопный или какой-то, который делает сложную обработку данных. Ну, в чем разница в том, что мы все свои приложения, мы все-таки, мы пишем игры, но это так или иначе веб-приложения. Каждый запрос выполняется как шар-насен техничка. То есть у нас нет никакого глобального состояния, гринлеты друг с другом не взаимодействуют, нет никаких локов, нет никаких синхронизаций. Нет, есть лок на данные пользователя, он внешний, он в редисе, чтобы никакой другой гринлет этого пользователя не перезаписал в тот момент, когда мы это делаем. Ну, там не только на пользователя, на другие некоторые данные тоже. Но вот, то есть один большой лок фактически на выполнение запроса. Поскольку там пользователей много или там других единиц, которые мы лочим, много, ну, никакой проблемы в этом нет. А если писать какой-то, чего-то там, не знаю, базу данных, там, где нужно много внутренних локов на данные, это ничем не лучше, ну, в принципе, и не намного хуже, чем, например, писать код базы данных. Ну, в смысле, ну, заговорился. Чем писать код базы данных на трейдах, например, там, на Java очень любят такое писать. Собственно, что касается первого вопроса. Что касается второго вопроса, я уже забыл, какой был. Про legacy код. А, про legacy код. Сложно сказать. Если вам нужно что-то legacy использовать, вам тяжело его переписать, я бы сделал следующим образом. Я бы выделил ту часть, которая работает с legacy кодом в отдельный компонент, в отдельный процесс. И между основным процессом и тем, который вот с legacy там данными работает, сделал бы там 0MQ-шный RPC, например. И потихоньку в таком случае можно переносить там по частям его. Ну, опять же, в зависимости от величины проекта. Если у вас проект большой, то наверняка со временем у вас найдется время переписать эту часть кода. Особенно, если это, ну, если вам это нужно на самом деле с точки зрения производительности. Если не нужно или проект маленький, то, ну, не нужно. Ну, и так будет достаточно быстро работать. У меня вопрос. Тут кто-то с микрофоном был. Спасибо за доклад. Ты говорил, что no monkey-патчинг. Вот почему просто не поюзать там тот же гуникорн с GVN-воркерами и пропатчить работу, допустим, с базой? Его нету под третий питон. И, а? Его нету под третий питон. А, не, ну, будет. Ну, когда будет, тогда поговорим. Это GVN-то наслышит. Ну, ну… Да, то есть непонятно, когда будет, это первое. Второе, у GVN-то с пайплайнингом тоже все плохо. Не, ну, смотри, если, допустим, взять тот же самый, ну, GVN-воркер, пропатчить тот же самый, там, работу с базой и использовать нормальные фреймверки. Ну, если мы не берем третий питон, а, в частности, допустим, в рамках, там, 2.7, то в чем, как бы, такой подход преимущества имеет? Так, во-первых, пропатчить базы невозможно в GVN-те, потому что базы работают с C-шным кодом. Ну, обычно. Собственно, ну, проманкипатчить C-шный код нельзя. В остальном у GVN-та с пайплайнингом проблема. Ну, он, опять же, у него там пул соединений к базе, и он там как-то, ну, собственно, он может слать параллельно много запросов. Но проблема в том, что когда у вас пул коннекшенов, если вы хотите обрабатывать 100 клиентов, у вас 100 коннекшенов к базе. А в Monge, в Muscle 100 коннекшенов к базе, это 100 тредов. Соответственно, 100 тредов, это тоже как бы довольно плохо для базы. Ну, в Redis с этим по-другому. Собственно, единственное, что вы экономите, вы экономите соединения в Redis с TCP-шные. Я ответил на ваш вопрос? Не совсем, но ладно. Спасибо за доклад, очень интересно. Ну, на самом деле, вопрос с манкипатчингом, он довольно важный, потому что, ну, в мире 20 тысяч протоколов, и вы их все не реализуете. А так или иначе, стыковаться с системами надо, там, не знаю, какой-нибудь Jabber, iMap, который, он как бы в две команды реализовать просто. Реализовать 50 команд iMap, это уже задача такая большая довольно-таки. Поэтому, ну, с манкипатчингом приходится жить. Ну, я с вами в чем-то согласен. То есть, действительно, мускульный протокол, там, две команды нужно, как вы говорите. То есть, все идет там запросами. Да, с iMap сложно, с XMPP сложно. Но XMPP библиотек и так нет хороших, поэтому манкипатчинг вам не поможет. А iMap, ну, не знаю. Мне не кажется, что в каждом отдельно взятом проекте есть много протоколов. Мне кажется, что у вас в проекте может быть два протокола, их можно переписать. Есть, есть, поверьте мне. У нас протоколов 50 используются. У вас сложная ситуация, да. Наверное, я вам не рекомендую это. Возьмите Gavent. И вот я не понял, на самом деле, высказывание про то, что если 100 клиентов, то нужно 100 тридов в пуле. Зачем? Если вы одновременно обрабатываете 100 запросов, то есть вы не хотите дожидаться, пока кто-то, ну, закончит работу с мусклем, пока вы пошлете запрос, то вам нужно, ну, соответствующее количество соединений в базу. Каждое соединение в базу – это трид внутри базы. Я понимаю, но почему 10-то не хватит? Ну, или там сколько-то, сколько… Ну, сколько-то хватит, да. Если у вас 10 машин, на каждом по 10 воркеров и в каждом воркере по 10 тридов, это уже большое количество соединений. Ну, а внутри базы – это такое количество тридов. Ну, кажется, что не очень хорошо.